Межзвёздное пространство. Холодные облака. Если температура Вселенной повысится, в облаках произойдёт сжатие газа, и родится новая звезда или планета. Возможно, так появилось Солнце и наша Земля. Крупнейшее достижение последних 20 лет состоит в том, что мы научились массово открывать планеты вокруг других звёзд. Сейчас я даже боюсь ошибиться, потому что всё время число очень быстро растёт. Уже более 600 планет открыто, причём у некоторых из них удалось померить химический состав атмосфер. И понимание того, что там есть даже вода и какие-то другие биомаркеры. Вселенная открыта для общения. Её излучение несёт полезную информацию для всего человечества. А космические телескопы — словно переводчики сложного языка галактики. Радиоастрон уже составляет свой первый орбитальный словарь. Вскоре ему в помощь отправятся другие спектры — рентген гамма и ультрафиолет. Сегодня мы мечтаем о том времени, когда мы будем знать о окружающей нашей Вселенной практически всё. Проект, который сейчас мы готовим вместе с Роскосмосом, это проект называется «Спектр рентген гамма». Вот на этом спутнике будут стоять уникальные приборы, которые смогут, например, увидеть все скопления галактики Вселенной. Просто вот все до последнего. Радио, рентген гамма, ультрафиолет. В названиях телескопов их главная функция — видеть и принимать излучение космических тел, каждый в своём диапазоне. Заглядывать в дальний космос необходимо, чтобы лучше понять самих себя. Оказывается, люди во многом похожи на звёзды. Астрофизика дала чёткое понимание, что все мы с вами дети галактики или, лучше сказать, звёзд. Все тяжёлые химические элементы, тяжелее гелия и водорода, из которых мы с вами состоим, тот же самый кислород, кальций и так далее, всё это рождено в звёздах. В ультрафиолетовом диапазоне давно работает американский оптический телескоп «Хаббл». Однако он уже не справляется с нагрузкой. Количество научных заявок по исследованию дальнего космоса в 10 раз превышает возможности телескопа. В 2015 году спектр УЭФ отправится на орбиту и возьмёт на себя ряд научных задач – ультрафиолетовых исследований. Этот телескоп делается под руководством и при, скажем так, основном вкладе со стороны России. Поэтому для российского научного сообщества, научно-технического сообщества, этот телескоп будет гораздо более доступен, чем телескоп «Хаббл». Это фактически национальный проект. Диаметр главного зеркала телескопа – 1700 мм. Это позволяет собрать большой световой поток даже от очень слабых звёздных величин и получить изображение тех участков Вселенной, которые в данном диапазоне практически не видны с Земли. На испытательном стенде НПО имени Лавочкина «Спектр УЭФ» выглядит именно так, как это будет в космосе. Недавно телескоп успешно прошёл испытания на все виды нагрузок, которые возникнут до старта, во время старта и в момент воведения на орбиту. На финальном этапе сборки «Спектр УЭФ» установят уже на проверенную космическую платформу. На такой же платформе сейчас летает «Радиоастрон». Все три проекта строятся на единой базовой платформе. Это платформа-навигатор, которая адаптируется, конечно, в каждом конкретном случае под свою полезную нагрузку. Астрофизики считают, что в ультрафиолетовом диапазоне сосредоточена самая богатая информация о Вселенной. Только так можно увидеть все её краски. И пока расстояние до звёзд исключает возможность путешествия, человечеству не обойтись без космических телескопов. Их пристальный взгляд поможет ответить на вечный вопрос, как появилась Земля и человек на Земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова